Теплицы, где выращивают помидоры, считаются идеальными для работы. Не слишком жарко, не слишком влажно. Температура практически комнатная. А здесь, в Солнечнодольске, еще и весьма приличные зарплаты. Ольга Орлова еще недавно работала поваром в школьной столовой, но ни на секунду не жалеет, что сменила кулинарию на овощеводство. Сдержишь и собираем, держишь. Себе тоже покупаем и кушаем замечательно. Все очень вкусные помидоры. Крупные и маленькие, красные, розовые и желтые. На дегустации можно было попробовать томаты разных вкусов изо ртов. Технология производства строго экологичная. Растения опыляют шмели, грунт подпитывается исключительно натуральными удобрениями. В теплицах используются современные технологии. Корневая система, например, помещается не просто в почву. Здесь используют кокосовый субстрат. Его завозят специально из Шри-Ланки. Это позволяет соблюсти идеальный водно-воздушный баланс. Овощи из-за этого получаются вкусные, спелые, сочные. И все это позволяет вывести производство на новую высоту. Вторая очередь откроется уже в марте. Третью и четвертую запустят до конца 2021 года. Инвестиции в проект больше 15 миллиардов рублей. А площадь новых теплиц превысит 50 гектаров. Первая очередь уже работает. Здесь выращивают томаты разных сортов. Объем продукции больше 10 тысяч тонн в год. Мы открываем, закладываем камень для третьей и четвертой очереди. Там производственная мощность в общей сложности составит порядка 35 тысяч тонн в год. То есть солидная прибавка такая. Производство будет очень масштабное, очень значительное. И самое главное, что продукция получаемая здесь, она будет вкусная и настоящая. Производство овощей тепличного грунта – одно из ключевых направлений в Ставропольском сельском хозяйстве. Уже сейчас регион полностью закрывает внутреннюю потребность в этой продукции. За последние пять лет площадь теплиц увеличилась четырехкратно, почти до 200 гектаров. Инвестпроект в Солнечнодольске – еще один шаг к уверенному лидерству в стране. Для нас это будет где-то около 11 тысяч рабочих мест. А через рабочие места я вам быстро скажу, что это будет около полутора миллиардов налоговых поступлений. Ну и пошли все остальные трелести. Плюс теплица поставили 30 лет. Здесь есть работа, здесь есть жизнь. В церемонии закладки камня приняли участие губернатор Владимир Владимиров и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Кстати, этот банк – один из главных кредиторов аграрного сектора на Ставрополье. Кредиторы ценят инвестиционный климат региона. Как заметил в шутку кто-то из гостей, он почти такой же идеальный, как в хорошей теплице. Леонид Нечапуренко, Антон Красов, Ставропольское телевидение.